Восвитая служба информации телерадиокомпании «Гомель» 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 В коллективные договоры включены разделы по социальной защите работников Это и адресные выплаты, и помощь государственным праздникам от предприятий правкомов Хочу здесь выразить огромные слова благодарности в адрес нанимателей Потому что большая сумма средств это и от нанимателей, и от профсоюзного бюджета Если говорить за 2017 год, это было оказано средств порядка 350 тысяч рублей У денег и погоднения супрацовницы кажут, что никаких проблем у их взаимодействия нема А возникающие пытания выражаются в рабочем парадку А тому и принимаемый план суместных мероприемств на этот год целком реальный Реализация социально-значных проектов, которые соединяются к захованию и популяризации белорусской культуры Проведение областного конкурса профессийного мастерства «Гомельский майстер-2018» Ведая проект «Николи не забуду» Шерых мероприемств, промеркованных до дня перемоги и дня незалежности Содейничание у выражения бытовых пытаний и оказание материальной допомоги ветеранам войны и працы Гэтым и не только будут займаться профсоюзные, ветеранские и молодежные организации Все роды суместных мероприемств, которые запланованы на ближайший час Областная спартакиада громадских объединений Узалежность от надворья, она отбудется не на проконце Саковика, а на початку Красавика этого года Молодь поспорчается у силовых споборницах, а люди больше сталого взросла Разыграют узнагороды за теми шашечными и шахматными дошками Алексин Теров, Игорь Мариженко, телерадокомпания «Гомель» В 18-х Саковика отбудутся выборы президента Российской Федерации У Гомеля в гэтый день выборший участок будзе открытый у будинку областного громадско-культурного центра Выборы распачнуться у 8 годин ранец и протягнуться до 21 годин Среди членов комиссии россияне, которые проживают и работают на территории области А так само представники посольства Российской Федерации Беларуси Некие специальные запрошения не предугледжены Для удела голосования достаточно продавить пашпорт Сегодня на территории Гомельской области находятся около 17 тысяч граждан соседней краины А про ша основных дня выборов предугледжено так само до терминового голосования И голосование по месту жихарства Мы связались с санаториями, которые здесь, с директорами этих санаториев Они сказали, что там будут российские граждане И уже задавали вопросы, будет ли голосование Поэтому туда собираемся подъехать в день голосования А досрочно у нас будет еще, скорее всего, здесь в Светлогорске и в Мозоре И помимо этого мы еще поедем по адресам здесь, в Гомеле и в районе Податковые органы нагадывают, продоставить декларации за минулый год Треба не позднее, чем до первого соковика А платить податки до 15 мая Истотных измен у дочинения до физичных особ, яким необходимо подавать декларации, не отбылося Форма с правоздачности размешана на офицейном портале Министерства по податках и сборах Декларацию можно продоставить як у паперовым Такой электронным выглядеть праз офицейный интернет-портал Министерства Так самых это можно зарабить и с допомогой мобильного телефона Потребно прийти у любой податковый орган с пашпортом Отримать логин и пароль Зарегистровать уласный кабинет, який в будущем не можно выкаристовывать у тем лику для оплаты податков Податковая инспекция закликает не откладывать предоставление декларации на опошние дни Порушение терминов может привести до администрационного покарания У Житковицким районе часово припынена переправа каторами людей праз Припять Коррективы унесены в связи с несприяльными умовами на дворы и распоршатым на Припяти шугаходам По выниках обмеркования ситуации на посаджение оперативного штаба у Житковицким райвыконками вынесено решение При заховании низких температур поветра в ближайшие два дни переправу людей на каторах можно будет обновить Проезд транспортных сродков уже зараз организованы по республиканских дорогах Праз Житковичи, Калинковичи, Мазыр, Лельчицы, Туров и Праз Житковичи, Пинск, Столин, Давыд, Городок, Туров Нагадаем, рух по стационарным мостю Праз Припять заборонены, навод для пешеходов Як поведомлялась ранее, его реконструкция включена у державную инвестиционную программу на 2018 год Плануется одновить рух по мостю у Снежни гэтага года Тым часом морозы знов бьют рекорды Минулая ночь была самой холодной за гэтую зиму для Гомельской области У Василевичах слупок термометра опустился до 28 градусов морозу У Гомеле до минус 24 Зимовая надворья со снегом и морозом чакается и у початку соковика С приходом календарной весны холоды крыху ослабеют Але праодлигу размова пакульнее дзе У Сираду 28 лютого на большей части территории краины пройдет снег В особных районах юн будет сопроводжаться парыстым ветром и метелицей Температура по ветру у ночи складе до минус 14 У день чакается не выше за 9 градусов морозу У першы день весны атмосферные фронты обумовять у многих районах протяглый снег Прогнозуется до 12 мороза у ночи, до 9 в день Подобный характер надворья захавается до субботы По попередних прогнозах у день третьего соковика будет каля нуля За опошние сутки от моцных морозов в Беларуси потерпели 30 человек И прикладно 300 звернулися за меддопомогой с так зваными гололедными травмами Ка взнизить рызаку обморожения, медики райц выбирать придатное шматслоевое оденье В умовах крытышно низких температур треба меньше находиться на открытым поветре Так само специалисты экстренных службов просить не заставаться обыяковыми до людей Яке знаходятся на морозе у бездопоможным стане и обовязково выкликать у рачоу цивыратовальников Тым часом доброчинную кампанию по оказанию допомоги у морозная надворья Протягва областная организация червонога крыжа В регионе працуют стационарные и мобильные пункты обогреву У понеделок за допомогой в регионе звернулися каля 400 человек 150 зих же хары областного центра Сегодня у Гомеля у знахародзели пероможцев и призеров областного огляду конкурсу детской творчести выратовальники в отшима дятей В рашиста церемония пройшла в областном доме наученцев и работников установ профессийной адукации С початку гостей запросили на тематичную выставу На ее можно было убачить агитплакаты, малюнки, модели техники и разные инши экспонаты которые рассказывают про важную нелегкую працу выратовальников Тут разместилась только частка великой колькости творческих проектов Бо пероможцами районных этапов стали больше 200 работ У рашиста церемония узнагародживания спроводжалась яркими концертными номерами У посоправданному святочной атмосферы пероможцы и призеры конкурсу У каждой номинации отримали гоноровые дипломы и подарунки В худшем часе их работы будут принимать удел в республиканском финале Який пройдет в столице Даже самое главное, что подчас подрыхтовки до конкурса Дети еще раз задумались над престижем профессии пожарного выратовальника И узгадали про основы безопасности Дети – это наше будущее И молодой организм как губка впитывает в себя все позитивное И они уже осознанно, я думаю, что вот эти подделки, все рисунки Сочиняют так, даже и сказки некоторые сочиняют И уделяют особое внимание вопросам безопасности Даже могут потом какие-то игры со своими сверстниками, младшими детьми Проводить те мероприятия, которые именно воспитывают эту культуру безопасности жизнедеятельности Як правильно собрать сметти, для чего это потребно? В непростом пытании треба было разобраться в ушням 40-й школы Гомеля Да помогали им не только специалисты, а и супергерой Экамэн Корыстные веды дети пообязали обовязково выкаристовывать в жизни Под обязанностью в нашем наступном сюжете Логотип МЭТа-99 визуально знаемы бэдай што кожному, а б чым гэта ведаюць не усе Мы нагадаем, рух МЭТа-99 створны каб объеднаць необыяковых беларусов, яке имкнуться, навучиться и навучить сортовать 99% своих отходов И зараз у школах Беларуси по одной у кожной в области проводить познавальные годины на отповедную тему под назвой специальный отрат маленьких Экамэнов Мероприемства распрацевали специалисты установы, оператор другостных материальных ресурсов На основе этого сценария такие же мероприемства наставники проведут во всех школах Беларуси Мы подготовили видео урок интерактивный и его на диске вместе со всеми необходимыми материалами в марте разошлем по всем школам страны Ну а чтобы вызвать интерес у учителей провести самостоятельно такие уроки по борьбе с отходами, по популяризации раздельного сбора отходов Мы организуем конкурс, попросим школы провести с детьми такой познавательный час по нашему видео уроку Разучить песенку из такого известного уже ролика «Надо-надо-надо планету нам спасать» Вот многие его уже знают, разучить с детьми эту песенку и снять видеоклип, в котором показать, зачем же все-таки нужно собирать раздельные отходы Как каждый из нас может уменьшить количество мусора И лучшим школам подарим мультимедийное оборудование, детям сувениры В Ушне не просто слухали лекцию, и они отправились у соправданное творчее подороже Малявали, сортовали, проявляли эрудицию при отказах на питание ведущего И в вынику были признаны самыми активными удельниками среди всех школьников Беларуси Детинство поделились меркованием специалисты, и не походиться тут немогчимо Як раз тая пора, коли простей за все сформировать правильный подход досяго Что будет закладено у их головы и души, таки и человек вырасти Как раз надо начинать с детьми, сложнее обучить взрослых Взрослых можно только мотивировать или поощрением, или наказанием А вот детей, даже в такой игровой форме, как сейчас увидят И даже не со школы, а надо начинать с садика Я считаю, что надо в воспитательные программы в садике Вводить такие вопросы обращения с коммунальными отходами Раздельного сбора А в школе надо на постоянной основе в учебную программу Вести урок обращения с коммунальными отходами Вот тогда у нас вырастет поколение, которое уже будет это передавать своим детям И все получится За минулый год у Гомельской области собрали Звыше 100 тысяч тонн другосных материальных ресурсов У основным это отходы паперы, кордона, шкла и полимеров Для раздельного сбора сметки у регионе усталевали Амаль 16 тысяч контейнеров для сбора отходов паперы, шкла и пластика Звыше 300 для отпрацованных батареек Дейничая каля 250 приемных пунктов другосной сыровины Гомельский район выбирает свою птушку-символ Кандидатами могли стать або вельми распаусюдженные у районе птушки Або редки, якие знаходятся под Аховой А кроме того, птушка-символ должна быть знакомая мясцовым же храм Первый тур голосования уже отбылся Журы обрала трех птушек, которые трапили в финал Ими стали чорный бусил, великая белая чапля и строкаты дятел Проголосовать за одну из них можно до 28 лютого на сайте Гомельского райвы канкама ГТ и иншие новины вы можете знать на нашем сайте у интернету по адресу www.tivergomel.by Далее у эфиры де-факто и спортивный агляд А я с вами развитываюся, всего доброго и до встречи у эфиры Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич Здравствуйте Самая холодная ночь в году для спасателей Гомельской области стала одной из самых жарких В МЧС зафиксировали всплеск пожаров, которые закончились гибелью людей Возгорания произошли в Гомельском, Добружском и Жобинском районах Два человека погибли, наиболее вероятной причиной пожаров в населенных пунктах Нивы и Жгунь Является нарушение правил безопасности при эксплуатации печного отопления К тем людям, чьи пожилые родители проживают в населенных пунктах, в жилых домах с печным отоплением Просьба уделить им внимание в целях обеспечения их безопасности И если есть такая возможность, то на время морозов забрать их в квартиры Ну и в более, скажем, безопасные условия проживания Сильные морозы оказались на руку угонщикам автомобилей В Гомеле неизвестные воспользовались упущением автовладельца И без особого труда угнали его Мерседес Прогревая утром двигатель машины, хозяин решил не мерзнуть в салоне А провести время с пользой, выпить дома чашечку горячего кофе Ключи оставил в машине, двери не закрыл И безмятежно вкушая напиток, поглядывал на авто из окна своей квартиры Пока мужчина спускался вниз, в его Мерседес серии МЛ Просто кто-то сел и уехал Выйдя на улицу, хозяин увидел только следы от колес своего автомобиля Данный факт еще раз свидетельствует о том, что злоумышленники пользуются любой возможностью Чтобы обогатиться за чужой счет Даже с учетом таких морозной погоды, плохих погодных условий Необходимо быть более бдительными Случаи обморожения со смертельным исходом зафиксированы в Гомельской области В минувшие выходные в лесу Добружского района егерь обнаружил тело мужчины Замерзшим оказался 40-летний гомельчанин В Брагинскую больницу доставили местную жительницу с диагнозом Общее переохлаждение и обморожение рук и ног Спустя час сельчанка скончалась в больнице Сначала вместе отметили праздник, а потом совершили в отношении своих новых друзей разбойное нападение В Гомеле мужчины, отметившие 23 февраля В компании случайных, но гостеприимных знакомых Совершили налет на их квартиру Утром после хмельного застолья хозяева, сын и отец проснулись от звона разбитого окна Разбойники ворвались в дом, связали мужчин и похитили два ЖК-телевизора, ноутбук, два сотовых телефона, паспорт и банковскую карточку хозяина 300 белорусских и 3000 российских рублей, а также серебряное изделие, куртку, ботинки По подозрению в совершении разбойного нападения, задержанный неработающий житель Гомельского района, ранее судимый за незаконный оборот наркотических средств, а также гомельчанин, который ранее был судим за грабеж Таковы новости к этому часу, я Алексей Немкевич, благодарю за внимание, оставайтесь на Беларусь4 Эфир телеканала Беларусь4 Гомель продолжает новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте! Большой футбол возвращается. Накануне состоялась жеребьевка первенства страны 2018. Старт запланирован на 30 марта. Матчи первого тура пройдут на протяжении трех дней. В высшей лиге только один представитель региона – футбольный клуб Гомель. Первый поединок зелено-белые проведут на домашнем стадионе. Гостить будет Слуцк. А во втором туре гомельские футболисты отправятся в Могилев, где встретятся с Днепром. Уже в четвертом состоится игра против обладателей серебряных медалей минувшего чемпионата футбольного клуба «Динамо Минск». А первая встреча с чемпионом последних лет Борисовским Бате пройдет в 11-м туре. В ближайшее время зелено-белые проведут еще несколько спаррингов в рамках подготовки к новому сезону. Так, на завтра запланирована встреча с Белшиной. Этот матч пройдет в Бобруйске. А на 3 марта есть предварительная договоренность о проведении товарищеского матча со столичным лучом. Гомельские баскетболистки провели очередные поединки чемпионата страны на домашней площадке с игроками Виктории. К сожалению, сдержать натиск брестской команды по объективным причинам не удалось. Как результат неуверенные 69-60 в первой игре и поражение со счетом 53-57 во второй. На данный момент Гомель-Сош идет на четвертой позиции в чемпионате с 36 набранными очками. Золотая шайба вновь собрала в Гомеле юных хоккеистов со всей области. В Ледовом дворце соревнуются команды дивизиона «Б» в старшей возрастной группе. Областной этап республиканских хоккейных соревнований среди детей и подростков на призы президентского спортивного клуба близок к завершению. Состязания в младшей и средней возрастных группах уже состоялись. Очередь за старшими ребятами. Всего на турнир заявлено 19 дружин. Они представляют населенные пункты и районы, где нет крытых ледовых арен. Соревнования в дивизионе «Б» с каждым годом становятся более зрелищными. Возрастает мастерство участников, а также их подготовленность. На республиканский финал отправится только одна команда. Это серьезный стимул. С каждым годом мастерство ребят растет. Все укомплектованы хорошей формой. Поэтому самое главное здесь уже работа специалистов физкультурно-спортивных клубов урожая. Как они собрали команду, как они с ними поработали непосредственно. Была ли у них качественная ледовая подготовка. Погода позволяла это сделать. Поэтому уже здесь мы увидим непосредственно, как регионы конкретно сработали. Республиканские соревнования будут проходить в середине марта. Поэтому будет еще время для учебно-тренировочных сборов. Мы будем над этим работать. Дадим возможность ребятам в возрастных группах пройти подготовку, в том числе и здесь, на ледовой арене. В Гомеле подвели итоги открытого областного турнира по боксу среди молодежи 2000-2001 годов рождения на призы абсолютного чемпиона СССР, мастера спорта международного класса Алексея Юкова. В поединках сошлись более ста участников – боксеры из шести стран. Хорватии, Молдовы, Италии, Азербайджана, Грузии и регионах Беларуси. На ринге юноши разыграли награды в десяти весовых категориях, а девушки – в трех. Лучшими среди представителей нашего региона стали воспитанники областного центра Олимпийского резерва единоборств Владимир Чернов и Максим Паньков. Теперь ребята являются претендентами в национальную команду для участия в чемпионате Европы по боксу. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь4.